Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Сегодняшний наш выпуск мы посвятим женщинам, а точнее, тем женщинам, которые борются с алкоголизмом. Так что, если у вас есть вопросы по этой теме нашему специалисту, смело звоните нам в студию и задавайте эти вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний – 320066-321166. И также у нас работает WhatsApp номер – плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть. Отправляйте вопросы. В последнее время женщины не отстают от мужчин в плане злоупотребления спиртными напитками. Согласно статистике, более семидесяти процентов прекрасной половины человечества начинают впервые пить пиво, джин-тоники, вино и даже водку в компании до 18 лет. Как правило, это разовые вечеринки, которые не имеют продолжения на утро. Но в это же время и зарождаются предвестники алкоголизма, который может прогрессировать в опасной стадии к 30-45 годам. Именно в этом возрасте женщины чаще употребляют спиртные напитки по причине душевных страданий. Но алкоголизм может развиться и ранее. Почему женщины пьют? Об этом и не только сегодня нам расскажет психиатр-нарколог якутского республиканского наркологического диспансера Светлана Шемякина. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли то, что женщины больше подвержены алкоголизму, чем мужчины? И почему вообще они успеваются? Ну, к сожалению, по статистике и в ходе работы, да, чаще всего женщины спиваются гораздо быстрее, и как по времени, и даже не считая то, что количество, может быть, женщины выпивает, конечно, и меньше, чем мужчина, да, но, к сожалению, в конце концов приводит к тому, что женщина гораздо быстрее деградирует, гораздо быстрее спивается и уходит из семьи, ну и так далее дальнейшие последствия. В связи с чем это происходит? Ну, скорее всего, я думаю, что сама структура женщины, я много раз говорила, и в прошлый раз, когда мы с вами встречались, я уже вкратце описывала, что женщина, она более ранимая, она рождена для того, чтобы быть очагом в семье, ухаживать за своим мужем, за своими детьми, и чаще всего, заботясь о своих родных, она не уделяет себе внимания, это очень часто бывает. И, к сожалению, наши мужья и наши дети видят, как заботится о них мама, и тоже очень часто не уделяют должного времени, как бы, муж как к женщине, да, как к своей жене, как к женщине, а дети как к маме. И, в конце концов, наши дети потом также вырастают, вылетают из гнезда, мама остаётся одна, но она уже привыкла заботиться о ком-то, да, это в первую очередь, почему женщина начинает пить уже в более таком позднем возрасте, и она не знает, чем себе занять. Вроде внуков и нет, а если даже внуки есть, то о них заботятся дети, муж вроде бы, у кого-то очень часто вдовы начинают выпивать, у кого-то мужей нет, кто-то разошёлся, да, то есть разведённые женщины тоже очень часто пьют, у кого-то мужья, может быть, там, по работе или заняты собой, может быть, просто надоели уже друг другу за много-много лет. То есть одиночество? Да, одиночество. Вот это всё приводит к тому, что женщина становится одинокой, и чтобы свои прикрытые, так сказать, раны, она начинает употреблять спиртные напитки не для того, чтобы напиваться, а для того, чтобы уснуть, для того, чтобы снять тревогу, потому что алкоголь-то на самом деле очень хороший антидепрессант и очень хорошие снотворные, но хорошие в плане того, что... На время, да? На время, да. А в конце концов, когда человек начинает привыкать, развивается психическая, физическая зависимость, и он становится либо бытовым пьяницей, как мы в прошлый раз говорили, либо алкоголиком, да, ну, так простым языком. Вторая причина – это то, что всё-таки женщина не находит себя, молодая даже женщина, то есть отдаваясь полностью семье, она не занимается своими хобби, на которые, может быть, не хватает времени, а может, просто она забывает об этом. И в конце концов, нереализующая себя женщина в жизни, да, она тоже начинает выпивать. Ну, и остальные причины, физические причины. Женщина сама по себе, она меньше веса, в ней уже доказано, что где-то примерно на 10% меньше воды, то есть всасывание в желудке происходит гораздо быстрее, этанол расходится по крови быстрее. И получается так, что если мужчина, например, может спиться в течение, при систематическом употреблении спиртных напитков через 10 лет, в течение 10 лет формируется алкоголизм, а спиться человек может где-то через 3 года, то женщина через 2-3-4 месяца уже может стать зависимой от спиртных напитков. А ещё говорят, что женский алкоголизм неизлечим. Так ли это на самом деле? Вы знаете, я как нарколог могу сказать, что наше заболевание, оно прогредиентное заболевание. Это хроническое заболевание, то есть оно имеет рецидивы и имеет ремиссии. То есть как любое заболевание, как гастрит, панкреатит и так далее, то есть обостряется когда-то и потом после лечения может завершиться. Но как мужчин, так и женщин полностью, конечно, излечить нельзя. Можно ввести в ремиссию, ремиссию длиную на всю жизнь. То есть поддерживающее лечение психологическое, медикаментозное, поддерживающее среди родственников социальные, бытовые какие-то изменения, которые приведут к ремиссии, к долгой ремиссии, воздержанию. Но лечится как мужской, так и женский алкоголизм. В принципе, до ремиссии доводится одинаково. Но, конечно, женщину гораздо сложнее излечить, потому что мы данные факторы перечислили, которые до этого говорили. И ещё одна причина. Женщина никогда не будет... Редко пьёт женщина в компании. Чаще всего она пьёт потихонечку, в одиночку, да. Чаще всего женщины пьют в одиночку, потому что они стесняются показать, что они выпивают. Особенно женщины от 35 и старше лет. Чаще всего они могут держать алкоголь дома, втихаря выпивая. И чаще всего, к сожалению, это пиво. То есть напиток самый простой такой, да, пиво. И это приводит к тому, что женщина не всегда раскрывается даже перед психологом, психиатром, наркологом. Это очень долго нужно беседовать, очень долго раскрывать человека, собирать анамнез, чтобы понять причину и назначить лечение. Потому что только после выяснения причины можно уже назначить какое-то лечение, принять профилактические меры для того, чтобы женщину ввести в ремиссию. А вот вы сказали, женщина пьёт одна, держит пиво. А вот чем тогда отличается бытовое пьянство от алкоголизма, если она будет пить только пиво, допустим? Это очень тонкая грань на самом деле, да. Ну, бытовое пьянство – это когда человек выпивает каждый день, но он не напивается до психозов, он не напивается до такой степени, чтобы не помнить себя совершенно, да. И в чём ещё? Я вам в прошлой передаче говорила, что от пива нет деградации. То есть человек может пожизненно пить пиво, оно не приводит к деградации, оно приводит к изменению органов внутренних органов человека в организме. А запой – это уже алкоголизм у человека сформирован. Это чаще всего встречается во вторую стадию алкоголизма различные психозы. То есть он может себя довести до психозов. В конце концов это приводит, это употребление крепких напитков всё-таки, да. И это в конце концов может привести к деградации личности. То есть в третьей стадии человек уже попадает, можно сказать, на КТНК-14 там уже. То есть получается алкоголизм – это всегда выпивать до психозов, до деградаций. Но алкоголизм – это заболевание, человек начинает, тут много вообще нюансов, если перечислять медицинский язык, это повышение толерантности, то есть человек начинает выпивать каждый раз больше, потому что ему мало хватает. Это появление физической и психической зависимости у человека. Это формирование острых психозов, а в конце концов переходящие в хронические психозы, которые уже неизлечимы. Да и вообще очень много ещё можно перечислить нюансов, которые приводят к тому, что… Но самое главное нужно запомнить, что запой, он длится длительно. То есть, например, полгода человек… Чаще всего так бывает. Полгода человек вообще ничего не употребляет, потом он месяц выпивает. Причём выпивает до состояния того, что он не помнит даже, что он совершил, где он очутился и так далее. Потом, когда запой прерывается либо с помощью врача, либо самостоятельно, человек на протяжении, например, двух-трёх, ну от месяца до полугода, даже до года, может вообще не употреблять спиртные напитки. А бытовое пьянство человек пьёт постоянно. Он пьёт немного. Даже, может быть, банки, две пива ему хватает, но он будет это пить постоянно, каждый день. Он не будет ждать пятницу, он не будет ждать, там, месяц прошёл, два. Он пришёл с работы, взял себе две баночки, две-три баночки пива, выпил, всё. А это нормально? Это не нормально. Это всё равно формирование зависимости идёт. То есть он уже без этого не может уснуть, он уже без этого, у него начинается раздражительность, начинается тревога, и его ничего не устраивает. Некоторые люди, которые постоянно употребляют спиртные напитки, говорю, чаще всего пиво, да, они не могут работать даже без этого. То есть когда они выпивают, у них работоспособность повышается, настроение повышается, они идут спокойненько работают. В прошлую нашу встречу, Светлана, мы не успели озвучить вопрос, ватсап-вопрос от наших радиослушателей о том, что вот когда девушки встречаются по пятницам или субботам и красиво в ресторане выпивают шампанское или вино, это случается каждые выходные, это алкоголизм или пьянство? Тут тоже сложно сказать, потому что нужно же понимать, как часто на самом деле, то есть каждую неделю это происходит, или там раз в месяц. То есть если люди собрались на какой-то юбилей, на какой-то праздник, на свадьбу или так далее, да, но, к сожалению, правильно сказать, как нарколог, я должна сказать, что употребление любого количества спиртного напитка – это вред. Это вред, это отрава. Алкоголь – это отрава на самом деле. Это психоактивное вещество, это тот же наркотик, только наркотик он может убивать и действовать гораздо быстрее, а алкоголь, он, во-первых, легальный наркотик, хоть его и запрещают, там, время уделяют, там, и магазин отодвигают, там, специализированных, но это наркотическое вещество. Оно постепенно приводит к тому, что человек приходит к деградации. Не каждый человек может себя сдержать, выпить там своих 100 грамм, да, и после этого не употреблять спиртные напитки. Поэтому это зависит от того, и вот к чему я привожу, все равно люди начинают употреблять спиртные напитки, менталитет, к сожалению, такой, что каждый праздник у нас или какое-то горе, употребляются спиртные напитки. Вот даже вчера был родительский день, да, я думаю, что можно было обойтись соком и киселем, но, к сожалению, выпил каждый. Даже сегодня приходящие люди, которые приходят, посещение дают ежемесячно, к сожалению, осознали, что вчера употребили спиртные напитки. Потому что родительский день, да. Вот, и, значит, вернемся к нашему вопросу. Если это, конечно, происходит постоянно, собираются молодые девушки, это, конечно, не есть хорошо. В конце концов, это приведет к тому, что либо эта компания будет продолжать дальше употреблять спиртные напитки, это будет уже считаться, я думаю, что бытовым пьянством все-таки, либо эта женщина, женщина из этого круга, кто-то потом продолжать будет втихаря дома, чтобы этого никто не заметил, и приведет к тому, что мы до этого сказали. Поэтому я вообще считаю, что женщинам собираться вот, ну, большой праздник, да, но вот каждую неделю собираться, ну, неужели нельзя взять детей, сходить в какое-то заведение, где дети могут играть и выобщаться. Летом можно куда-то выезд на природу совместно сделать хороший. Вообще женщине пить, подносить даже там водку, пиво, вообще просто даже не крыло. Даже красиво поднести бокал с шампанским, это тоже не есть хорошо. Во-первых, это видят дети, да, если вы при детях это выпиваете. Во-вторых, вам самим должно быть, мне кажется, это запах во рту, запах от вас, это какое-то другое настроение, другое ощущение. Ну, не знаю, ну, женщина, выпившая в кругу подружек, придет домой, ну, раз пришла там, да, муж может закрыть глаза, другой раз пришла. А третий раз ему тоже захочется, он скажет, а что ты ходишь там, посиди со мной. А когда, к сожалению, вот сегодня день семьи, да, начинают выпивать мужчина и женщина, то есть семейное уже употребление спиртных напитков, это даже хуже, чем женский алкоголизм. А вот почему, кстати говоря, вот вы сами тоже так говорите, когда пьет женщина, это прям нельзя. А когда мужчина выпивает, это чуть ли не норма. Почему так происходит у нас в обществе? Я не считаю, что это норма. Я считаю, что семья, если она хочет продолжать свое существование, она должна все равно вести трезвый образ жизни. Ведь спрашивая, когда пьют родители, а хотите ли вы, чтобы ваши дети выпивали, они все говорят нет. Какая бы эта семья ни была, а социальная, социальная, там хорошо живут, плохо живут. Вот даже совсем вот, где много детей и тяжело воспитывать за счет того, что там нет работы и там поддержки и так далее, любой родитель скажет, нет, я не хочу, чтобы мой ребенок выпивал. То есть они, так почему же вы к этому своих детей ведете? Это не норма, что мужчина выпивает. Мужчина, женщина, она поддерживает очаг. А мужчина это крылья. Он оберегать должен свою семью, он должен приносить домой заработок, чтобы обеспечить свою семью. Он должен поддерживать свою жену, он должен помогать с детьми, потому особенно мальчики, они всегда тянутся к папе, правильно? Ну и девочки тоже, конечно, но тем не менее. Поэтому просто это мы сами так сформировали, понимаете? Женщина умеет терпеть. То есть если мужчина пришел домой пьяный, она стерпит. Во многих нациях это вообще нормально, что мужчина выпил, понимаете? Она должна молчать, для нее это норма жизни. Но если же выпила женщина, мужчина там распыляется, ничего себе, как это так? Это ненормально. Это, к сожалению, так выработалось годами. Выработалось годами. А еще почему по статистике больше мужчин выпивают, как говорится? На самом деле, потому что мужчины меньше скрывают. Мужчины чаще обращаются. Вот я же говорила, что женщины очень скрытные. И мужчины бьют в компаниях. И мужчины бьют в компаниях. Для них это норма. Чем больше народу, тем им веселее, тем им лучше. Они не стесняются этого. Они не стесняются ни своих семей, ни своих родителей, ни своих друзей. Женщины вот так вот в таких компаниях встречаются гораздо реже. Хотя, в принципе, в подростковом возрасте это достаточно часто выявляется, что именно компаниями выпивают. Но слава богу, подростковый алкоголизм как таковой не существует. То есть существует распитие спиртных напитков, пагубное употребление, скажем так, да, то есть периодическое. Но нет такого, чтобы там до стадии допивались подростки наши. Потому что где-то, наверное, в классе в седьмом, шестом они начинают пробовать спиртные напитки. В восьмом. Но к одиннадцатому классу наши дети чаще всего начинают вести здоровый образ жизни. Я прям даже удивляюсь, 10-11 класс, да, они заинтересованы в здоровом образе жизни. У них совершенно другое мировоззрение, у них другой взгляд. Даже вот в школах, где, казалось бы, есть такие школы, где в кавычках возьмём не очень хорошие школы, не в плане того, что школа плохая, да, а контингент, да, в зависимости где как. Ну даже там, уже в 10-11 классе мировоззрение ребёнка меняется. Он к спиртным напиткам совершенно по-другому относится. Но там у нас идут вейпы. Там уже другая уже картина. Там уже другая зависимость. Светлана, скажите, а с каким типом мышления или с каким характером женщины вот чаще и больше спиваются? Ну вот по нашему разговору можно, в принципе, сделать вывод, какой тип женщин. Женщины, которые очень обидчивают. То есть истероидный тип, да, депрессивный тип, то есть те, которые подвержены депрессии. Я сомневаюсь, что женщины на позитиве и женщины очень терпеливые, которые, они будут искать альтернативу в употреблении спиртных напитков. Они, конечно же, будут до последнего бороться, стараться выходить там в свет, так сказать, в какой-то спортивной кружки, стараться ходить. То есть бороться до последнего, находить хобби своё, чем-то заниматься, чем-то отвлечься. А женщина, которая больше к тому, что к стероидному типу, к депрессивному типу, да, такому, конечно, она, ей будет лучше и легче. Как говорится, человек, рыба ищет где глубже, человек, где лучше, да. Конечно, где лучше в данный момент будет употребление спиртного напитка, вроде бы как я успокоилась, вроде бы как я поспала, вроде бы всё хорошо, а на второй день, да зачем я буду чем-то заниматься, мне же проще вот употребить спиртный напиток, и вот оно в формировании идёт. То есть вот два типа фактически получаются, те, которые более тревожные женщины, больше, которые депрессивному типу, и вот к стероидному типу, вот такие типы. А как вы думаете, Светлана, когда в семье женщина пьёт, больше страдают дети, конечно же, да, при том, что, когда пьёт папа, там дети меньше страдают. Почему так получается? На самом деле это тоже неправильно. Вы понимаете, вот, например, ребёнок пришёл со школы, элементарно, да, пришёл со школы, мама уже дома, например, готовит кушать, тут приходит папа с работы, они занимаются уроками, спрашивают ребёнка, как ты провёл день, между собой беседуют, как мама провела день, как папа. Согласитесь, как приятно. И ребёнку на душе он уже потом занимается, родители занимаются своими делами. А когда приходит, вот говорят, что мама пьяная, это очень плохо. Конечно, очень плохо, потому что на маме держится весь дом, это правильно. Но согласитесь, когда, например, ребёнок сидит с мамой, делает уроки, там, или готовит кушать, или чем-то занимается, приходит пьяный отец, даже если он просто приходит и не ругается, этот запах, состояние, у ребёнка уже меняется настроение, у жены, конечно, меняется настроение, понимаете, это уже всё равно изменённый человек, даже если он просто ляжет спать. Поэтому я считаю, что какой бы родитель не употреблял, даже бабушка с дедушкой, которые живут, и они употребляют спиртные напитки, это уже большой минус. Это уже травма для ребёнка, травма для женщины, травма там для людей, которые окружают, которые живут рядом с вами. Так, дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон в студии прежний, 32 00 66 32 11 66, и у нас работает WhatsApp, номер, звоните, задавайте вопросы, через мгновение мы вернёмся в студию и продолжим говорить о женском алкоголизме. А мы продолжаем говорить о женском алкоголизме, работаем мы в прямом эфире, наш телефон в студии 32 00 66 32 11 66, и также у нас работает WhatsApp номер, плюс 7 411 232 00 66, звоните, пишите, задавайте вопросы, у нас есть вопросы от телезрителя. Здравствуйте, почему люди пьют, что их толкает на это? Да, Светлана, вот на этот вопрос вкратце давайте ответим, хотя мы уже об этом говорили. Да, мы об этом уже, в принципе, говорили, но можно резюмировать. Чаще всего люди пьют от того, что им просто-напросто нечего делать, чаще всего. Вторая причина, когда человек не находит себя в обществе, в жизни, в семье и так далее. Ну и, наверное, некоторые люди просто совмещают приятное с полезным, так сказать, вместо того, чтобы вести здоровый образ жизни, куда-то обращаться, куда-то ходить, они находят, начинают употреблять спиртные напитки, дабы, ну, как-то себя, может быть, заполнить и так далее. То есть находят утешение в алкоголе. Утешение в алкоголе, да, всё верно. А пишите, пожалуйста, средний портрет пациентки вот вашего отделения, да, каков средний возраст, социальное положение. Да, вот нынче у нас как бы тема получается, сегодня вернее, тема у нас женский алкоголизм, поэтому, наверное, женщину стоит описать, да. Как бы это ни казалось, не вызывало бы улыбку, наверное, на лицах людей, когда я сейчас начну говорить, но это чаще всего обеспеченная женщина. Обеспеченная женщина в возрасте от 30 до 45 лет. Чаще всего эта женщина разведена. У неё взрослые дети. Эта женщина, в принципе, достаточно обеспеченная. У неё есть хорошая работа. Это первое место занимает. И есть подруги, которые поддерживают её в употреблении спиртной инфекции. В этих интересах, скажем так. Либо молодые люди, либо молодой человек, который в этом её поддерживает. Молодой человек именно, я вот говорю, что... Неженаты они. Да, неженаты. Второй возраст, это где-то уже от 50 до 70 лет, но чаще всего это вдовы. Даже как бы это печально не было, люди, которые живут в улусах. То есть вдовы, которые живут в улусах. Там уже от одиночества. Да, от одиночества. Здесь, я думаю, что всё-таки уже не из-за того, что от нечего делать, а всё-таки одиночество. Внуки выросли, дети выросли. И чем заняться, особенно зимой, да, чем заниматься? Огорода нет. Сидишь дома, что делать? Телевизор смотреть и потихонечку выпивать какой-то спиртной напиток. Ну, вот как бы две категории женщин. Потому что то, что брать молодёжь, если вкратце, подросток 21, 22, 25 лет, это встречается, я ничего не говорю. Но это очень редко встречается. Потому что в этом возрасте чаще всего девушки выходят замуж, у них рождаются дети, и им бывает не до этого. Да, не до этого. Итак, человек к вам уже попал. Как ему правильно настроиться на выздоровление? Ну, во-первых, раз человек к нам пришёл, я думаю, что у него была либо пункт А, мотивация самого человека. Это очень здорово. Я когда вижу, что человек пришёл именно от себя, мотивирован на лечение, именно сам, не кто-то его привёл, да, это очень хорошо. Она, эта женщина или этот человек, он легче поддастся лечению, он спокойнее пойдёт на обследование, психологу и так далее. Есть категория людей, которых приходят, приводят мамы, папы, мужья, дочери, сыновья и так далее. Или эта категория людей, конечно, в первую очередь должна быть психиатром-наркологом, вызвать максимальную мотивацию, чтобы человек сам это почувствовал. Конечно же, подключить большую часть психологов, то есть психотерапию подключить, а потом уже подключать медикаментозное лечение. У нас в студии, Светлана, есть телефонный звонок. Пожалуйста, наденьте наушники, чтобы услышать этот звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я знаю много таких случаев, да, вот в семье, как женщина испевается. Вот жена не пьющая, муж так выпивающий, муж домой пришёл, пьёт, а жена, чтобы ему меньше досталось, начинает вот этот, ну, пить оттуда, чтобы ему меньше досталось. В конце концов, муж потом бросает пить, а женщина испевается. Вот такие случаев очень много, я по опыту знаю. Да, спасибо вам за звонок, действительно, к сожалению, распространена, да, такая тенденция у нас. Вы знаете, очень вообще, прямо он с уст сорвал. Вот я хотела только что об этом сказать. Да, очень часто, вот правильно подметил, подметили, чтобы меньше досталось мужу, женщина начинает выпивать, садиться с ним или там потихонечку отливать, чтобы выпить самой, да. Это распространено уже достаточно чаще, вот в последнее время это чаще встречается. И в конце концов, это заканчивается тем, что они начинают употреблять спиртные напитки вместе, а вместе выпивающая семья, вот ещё раз говорю, это очень часто заканчивается либо суицидом, либо убийством. Очень часто. Причём, страдают больше всего мужья, женщины наносят ножевые ранения, стреляют, убивают и так далее, да. Потому что, к сожалению, женщина, она выпившая более агрессивная, то есть всё, что у неё там накапливается, оно выходит наружу, и всё, что какие-то обиды, может, где-то она промолчала бы, не сказала бы никогда в жизни при употреблении спиртных напитков, выходит и проявляется вот такими делами. И, конечно же, мужчина, он может прекратить выпивать спиртные напитки даже сам, то есть видя, что он творит, да, например, что у него на пару с ним пьет женщина, семья рушится и так далее. А женщину становить будет очень сложно, потому что она нашла себе утешение в этом, она нашла себе это успокоение, для неё это нормально, то есть или куда-то идти, да, к кому-то обращаться, или выпил, там поспишь, отдохнёшь, высказал, вылил всю негативную энергию, которая в тебе есть, и, конечно, становится душевно хорошо. И у неё возникает привыкание ещё плюс к тому, что вот я говорила, и физически, и психологически женщина начинает употреблять спиртные напитки. Я согласна совершенно, спасибо. Спасибо за этот звонок. И, Светлана, вот возвращаясь к вопросу о лечении, да, у меня вот складывается впечатление вообще, что люди, которые попадают к вам, они думают, что за них всё сделают врачи-наркологи, а самому ничего не нужно делать. Это так или нет? Нет, конечно, вот мы с этого начали, как бы, да, то если, я всегда говорю, даже про кодирование, когда люди приходят кодироваться, если они приходят сами, и понимаешь, что человек, да, готов он, готов, потому что про кодировку мы можем отдельно потом поговорить, да. Если человек сам настроен на лечение, он сам хочет, вот он готов, он готов претерпеть где-то раздражительность, где-то тревогу, потому что это всё будет проявляться, нарушение сна, там клиника меняется, когда человек перестаёт выпивать спиртные напитки, организм же привык получать свой, как говорится, кайф, правильно? Если нет мотивации, то лечение будет очень длительно, и в конце концов, может быть, совершенно не принести никакую пользу. Поэтому в первую очередь это психотерапия, работают психологи, психотерапевты, а нарколог, он только направляет и дополняет медикаментозно, чтобы сдержать, например, убрать депрессию, сдержать раздражительность, убрать нарушение сна. То есть здесь нарколог действует для того, чтобы направить правильно и поддержать медикаментозно. Но в первую очередь от любого заболевания, особенно от наших наркологических, человек должен настроить быть сам, то есть полностью. Не надо прекращать там понемножку, не понемножку. Либо вы выпиваете, либо вы не выпиваете совсем, так же, как и с сигаретами. То есть тут должна быть категоричность. Да. Либо вы не курите вообще полностью, там, ни электронные сигареты, никакие, ни вейпы, ничего. Либо вы уже курите тогда. Без полумеров. Не надо никаких, да, потому что святое место пустым не бывает. Чаще всего люди, употребляющие наркотики, начинают приходить на алкоголь, там, сигареты, а то на самое то и выходит. Какая разница, что вы один наркотик меняете другим наркотиком, не поменяется, вы не изменитесь. Ни органы ваши, ни психологические, ни физические вы себя не измените. Вы просто себя переведёте с одной, как говорят, с одного коридора в другой коридор, который приведёт к не очень хорошим последствиям. А какую тогда вот альтернативу можно придумать этому, этой зависимости? Альтернативу зависимости спиртным напиткам? Хобби. Да. Конечно же, я всегда говорю, мне говорят, а чем мне заняться? Ну, во-первых, нагрузите себя работой. Работы всегда хватает. Особенно весна, осень. Работы всегда хватает у тех, очень много частных секторов, очень много дач. У нас в Якутии очень любят дачи, вообще безумно любят. Прямо даже с рассадой пешком ходят. Ну, согласитесь, причём не старые бабки, как раньше, а молодёжь. Да, молодые люди. Даже идёшь, приятно смотреть. Скупают, садят там и так далее. Во-первых, вот, посмотрите, дальше у нас открылись очень много фитнес-клубов, которые не очень дорогие. Открылись различные бассейны. Сколько бассейнов в городе. У нас же город растёт. Мне что нравится в нашем городе, то, что всё направлено на здоровый образ жизни, открываются вот как раз данные заведения. Это же просто здорово. Летом можно съездить на природу. Да даже зимой можно у нас съездить на природу. У нас есть дни, там, на Ленске столбы, там, и так далее. То есть найти себе хобби. Да. Очень много. Сейчас в интернете откройте, посмотрите. Там и макраме, и вязание, и шитьё, и бесероплетение. Это вот для женщин. Для женщин такой выбор, что вот можно... Читайте книги. Не смотрите в интернете. Читайте книги. Листайте, мусорьте страницы, как раньше. Это очень сильно отвлекает. Перелистывание страниц пальчиками пальцев – это тоже развитие мозга своего рода. Это замечательно. Возвращайтесь к тому. Наши бабушки, дедушки плохого нам не желали, согласитесь. Поэтому надо где-то вернуться к старому, где-то обратиться к родителям. У кого-то есть старые родители. Займитесь родителями. Они же нам посвящали время. Ну, свозите вы куда-то их. Некогда будет выпивать, честное слово. Я всегда говорю пациентам. Иногда некогда выпить даже стакан воды. Не то, что там где-то в компаниях шумно. Да, конечно, не без этого. Да, какие-то юбилеи, праздники большие, они отмечаются. Но, к сожалению, это у нас так. Ну, это же не значит, что это надо каждый день превращать, переводить бытовое пьянство или там сорваться, уходить в запои. Найдите себя, найдите свое хобби, найдите чем отвлечься. Заведите семью. Светлана, вы говорили, что лечение у вас проводят и психологи, и врачи-наркологи. То есть медикаментозное и психологическое. А сколько длится вот срок пребывания у вас в диспансере? Значит, если поступление идет в стационар, то в стационаре проходит лечение до 21 дня. То есть полный курс лечения, который включает в себя этапы. Если человек поступает в похмельно-обстинентном синдроме, то сначала он снимает интоксикацию, проходит дезинтоксикационную терапию. Затем у нас идет второй этап, это сенсибилизирующая, то есть назначают психотерапию, психологи работают, психотерапевты. И сенсибилизирующая терапия, то есть терапия, которая назначают таблетированные, либо там инъекционные препараты, которые снимают тягу к спиртным напиткам. И третье заключительное – это реабилитация. То есть вот в дальнейшем, после того, как человек прошел полный курс лечения, это, кстати, очень хорошо, когда человек проходит именно полный курс лечения, потому что возвращенцев, то есть повторно человек, который выйдет, их становится меньше. А человек, который потом настроен на реабилитацию, который у нас находится в Кангаласах, у нас самая лучшая в России реабилитация. Не то, что в Якутии, а самая лучшая в России реабилитация. Там проходит лечение, конечно, по желанию, от месяца до полугода, и даже можно больше, если ты сам настроен. Там работают максимально с тобой психологи, там есть трудотерапия, там сама природа шепчет для того, чтобы вы там развивались, духовно себя развивали, чтобы вы к чему-то стремились, чтобы вы увидели мир как прекрасный, без употребления спиртных напитков. И люди, проходящие реабилитацию уже, да, тогда намного меньше людей, которые возвращаются к употреблению спиртных напитков и за помощью врачей, психиатров, наркологов. – А как много вообще возвращенцев? – Ну, вы знаете, так как, кстати, всё-таки женщину очень сложно уговорить даже на лечение, а ещё и на реабилитацию, у неё сразу находятся дети, муж, работа, огород. Да, причин очень много. Женщину уговорить очень сложно на реабилитацию. Но тем не менее, женщины возвращаются очень редко, если они проходят полный курс реабилитации. Для них как бы им гораздо проще, легче именно в реабилитации объяснить, они уже видят себя по-другому. Человек, который вкусил трезвую жизнь, ему уже потом не хочется возвращаться к тому, что было, да, всё равно, я говорю, этот запах, этот образ жизни, всё равно для женщины, мне кажется, это очень неприемлемо. Мужчины, к сожалению... Давайте вот скажем так, те, кто прошли полный курс лечения и лечения с реабилитацией, очень мало возвращаются. Те, которые пришли, как говорится у нас в народном методе, прокапаться 3-5 дней, конечно же, они потом вернутся. То есть они сняли только свои синдромы, вот именно которые, там, нарушение сна, головокружение, тошноту, рвоту убрали, там, сердцебиение. А тяга-то у них осталась, желание-то употребления осталось. Проблемы-то они не решили. Проблемы-то в другом. Почему ты начал пить? Не потому что праздник на самом деле, а потому что есть внутренне более глубокая причина, почему ты употребляешь спиртные напитки. Они же её не убрали, они не раскрылись, они не прошли лечения, они не сняли тягу. Конечно, они будут возвращаться. Те люди, которые проходят, вот чаще всего, не заканчивают курс лечения и не проходят реабилитацию, их очень много, которые возвращаются. К сожалению, так, да? Светлана, вот вы сказали, что центр реабилитации у нас в Конголасах считается лучшим в стране, да? И я слышала, что туда приезжают даже пациенты из других городов страны. Так это, да? Да. Я вот не могу сказать полностью, это лучше пригласить специалистов с реабилитацией, но я знаю точно, что да, обращаются из других городов, потому что они наслышаны о нашей реабилитации. И приезжают даже врачи для того, чтобы обменяться опытом наших врачей, которые занимаются реабилитацией. Поэтому, да, такое есть. В практике это, да, встречается очень часто. Какие приёмы вы используете в лечении алкоголиков? Приёмы – это что значит? Ну, давайте тогда поговорим о трудотерапии. Вот что это такое, да, и что там делают? Знаете, я всегда вспоминаю с улыбкой, потому что в детстве для меня было слово такое, наверное, знаете, ЛТП, да? Слышали? Да. Лечебно-трудовая терапия. Я всегда говорила, что это очень здорово, потому что человек, когда работает, у него мысли переключаются совершенно на иное. И человек, который работает, он никогда не позволит себе выпивать спиртные напитки, потому что он просто некогда. И трудотерапия, она должна быть всегда. Даже дома, например, вот мужчина, например, выпил, да, прошло какое-то время, но я думаю, что жене нужно найти ему работу хорошую, чтобы он поработал, занимался трудотерапией, чем-то отвлечься, да, человеку чем-то отвлечься. И дальше похвалить его, чтобы ему дальше было интереснее, чтобы он приходил с работы, отдохнул и не брал там пиво там или водки не выпивал, а жена похвалила там, что-то наладил, что-то сделал там по огороду, по дому, да. Ему это хотелось бы сделать, чтобы вызвать у неё улыбку, услышать похвалу. Мужчины же очень, на самом деле, тоже изнеженные. И когда они слышат с уст своих любимых женщин или детей похвалу, им тоже это хочется возвращаться и делать. И сама по себе трудотерапия, она даже называется терапия, да, то есть это лечение, лечение трудом. То есть заниматься вот в кангаласах, например, помимо психотерапии, самое главное, что производится, конечно, там работают психологи непосредственно, этим занимаются. Там есть хозяйство, пожалуйста, там есть огород. Человек может полностью себя реализовать, если ему что-то нравится. Очень многим людям нравится садить там цветы, овощи и так далее. Вот, пожалуйста, это тоже трудотерапия, это тоже отвлекается человек. Потому что просто сидеть на диване, приходят плохие мысли. Человек сам по себе создан, как говорится, труд из обезьяны сделал человека, да? Ставили перед собой какие-то микрозадачи, да? Да, конечно. Мы же должны не только развиваться морально, мы должны и физически развиваться. А физически что развивает? Это спорт и трудотерапия. Что ж, огромное спасибо, Светлана, за интересный и полезный разговор. И вкратце давайте мы резюмируем и посоветуем нашим телезрителям и радиослушателям, которые узнали себя в этой беседе. Найдите себе хобби, самореализуйтесь и ведите здоровый образ жизни. Всего доброго и до свидания.